Дорогие друзья, сегодня мне выпала честь представить вам от лица национального представителя, это Волков Никита Михайлович, представить комитет молодых онкологов, который функционирует и работает в рамках Европейского общества онкологов. Что можно сказать про ОЛЕС? ОЛЕС, в принципе, это довольно крупное международное профессиональное сообщество, оно включает сюда более 10 тысяч членов из более чем 120 стран мира. При этом уровень образовательной деятельности, уровень научной деятельности, он поддерживается за счет более чем 500 лидеров в различных образцах онкологии, которые принимают активное участие в работе этого научного общества. При этом отдельное внимание общество выделяет еще и региональным интересам, то есть тем проблемам, которые есть в каждой отдельно взятой стране и максимально проводятся попытки для того, чтобы учитывать эти интересы и проблемы, которые есть. Это производится за счет того, что фактически каждая из стран, участников ЭСМО, она имеет своего национального представителя. Кроме того, большое количество программ, научных конгрессов, образовательных инициатив, которые проводятся в рамках ЭСМО, проводятся в тесном взаимодействии с другими международными научными сообществами, которые могут быть немножко лишь посленно связаны с онкологией, но при этом функционируют в общем поле медицины. При этом перечислить все, что было создано под ЭСМО, конечно, практически невозможно. Это и довольно обширный интернет-ресурс, который включает в себя уникальные научные разделы и образовательный портал. Ежегодно формируются, разрабатываются и совершенствуются практические рекомендации, которые мы можем с вами пользоваться в нашей ежедневной научной клинической практике. Постоянно издаются учебники, клижные серии, журналы, в том числе, вы знаете, аналог алкологии. Это один из самых высоко цитируемых журналов на настоящий момент. Проводится большое количество ежегодных конгрессов, образовательных программ, конференций. Это не так актуально для России, но тем не менее проводятся еще и экзамены, и сертификационные циклы, которые требуются для непосредственного участия в клинической работе. Что немаловажно для России и, наверное, очень интересно в первую очередь для начинающих, молодых специалистов, это то, что в рамках ЭСМО есть возможность получения гранта для участия в той или иной образовательной программе. Кроме того, для тех, у кого нет возможности поехать по разным причинам, на этом портале доступно большое количество различных интернет-модулей, которые позволяют принять активное участие в дистанционном образовании. Кроме того, есть еще отдельные ресурсы для пациентов. Интересно, что Россия довольно весомо представлена в европейском обществе онкологов. Вы видите, что в течение последних 12 месяцев Россия переместилась с 15-го на 12-е место в большинстве участников. Посмотрите на абсолютные числа, 146. Это реальное представление того, как на настоящий момент Россия интегрирована в мировую науку в целом и в деятельности европейской науке в частности. 146 членов для всей нашей необъятной страны. Конечно, это не очень значимое показатель. Безусловно, одним из приоритетов деятельности ЭСМО и, наверное, нашей науки в целом является поддержка и стимулирование молодых специалистов для максимально эффективного, максимально активного обучения и получения максимально качественного образования именно в профессиональной области. При этом вы видите, что в европейском обучении онколога под молодыми принимают специалисты моложе 40 лет. Видимо, это связано с тем, что специфика образования у них немножко удлиняет цикл получения полного профессионального образования. Поэтому для нас, наверное, это немножко большой возраст, но тем не менее. При этом молодые онкологи, те, кто моложе 40 лет, они составляют 38% от общего числа членов ЭСМО. При этом, как я уже сказал, одной из основных целей европейского общества является разработать и предоставить молодым онкологам эффективные, практические ресурсы для формирования карьеры. И именно интересом молодых специалистов представляет ЭСМО-комитет. Целью работы комитета является обеспечение возможностей для обучения молодых онкологов, расширения их кругозора и опыта, а также обеспечение возможностей для общения. И последнее, с моей точки зрения, является, конечно, самой важной целью работы комитетом молодых онкологов. С точки зрения структуры есть председатель Тарфаэль Калифана, известный специалист по влечению у него как речного рака легкого. Есть целая сеть национальных представителей, которые периодически избираются. И в речи, что есть представители из России, Никита Волков 1113, что, в общем-то, довольно значим. При этом интересно, что в России сложилась немножко такая ситуация необычная для других стран, потому что у нас больше половины, 52% всех членов ЭСМО, оно приходится именно на долю молодых специалистов, то есть тех, кто молодых в 40 лет. На самом деле усилия, которые прикладывает ЭСМО к тому, чтобы помочь молодым начинающим специалистам получить ту информацию, которая им нужна, и сделать это максимально эффективно за кратчайшие сроки, при этом наиболее широко и при этом, чтобы была возможность абсолютно применить впоследствии уже своей клинической практики, проводится большое количество научно-образовательных программ, есть интернет-модуль и так далее. Но самое главное, что делает комитет молодых онкологов ЭСМО, с большим учетом, это он помогает молодым специалистам, которые что-то начинают, у них нет широкой сети разветвленных контактов, он помогает им интегрироваться международное профессиональное сообщество, и он облегчает вот этот начальный этап интеграции, когда еще требуются определенные усилия. При этом, конечно, все это делается на современном уровне, вы увидите, что есть группа Facebook, которая включает на настоящий момент больше 1400 участников, проводятся различные активности, и в частности это сделано за счет, конечно, снижения суммы членского взноса, потому что для молодых специалистов, которые еще находятся на этапе обучения, сумма взноса составляет 23 евро ежегодно, при этом, насколько я знаю, в некоторых случаях даже фармацевтические компании с радостью помогают оплатить членский взнос молодым онкологам для того, чтобы принять участие в работе международного общества. Журнальный клуб на сайте, в разделе молодых онкологов, на сайте ЭСМО функционирует, где вы можете представить интересующую вас публикацию или обсудить уже ту, которая представлена из наиболее цитируемых, наиболее актуальных на настоящий момент журналов. При этом есть возможность обсудить значимость статей, обсудить их применимость к вашей конкретной клинической практике, преломить какие-то особенности или статьи на региональные особенности лечения пациентов и так далее. Проводится на регулярной основе, проводится, условно, конкурс в случае месяца, когда вы можете представить какие-то изображения, которые вам понадобятся, компьютерные томограммы или изображения клинических ситуаций, и вы даете к ним три варианта ответов, соответственно, кто принимает участие в этом, выбирает из одного из трех вариантов, и в случае, если, ну, независимо от того, правильного выбора вы или нет, он получает доступ к клинической информации в этом пациенте, и, соответственно, уже может обсудить эту клиническую ситуацию и высказить свои соображения, поделиться каким-то совместным опытом и так далее. В 2014 году следствие молодых ученых на Эхмана была представлена довольно широко, и было большое количество секций, например, из Алиустоп, где в этом году выступал Зелинский, и он в течение часа общался, по большому счету, с трибуны, с аудиторией и рассказывал о том, что лично он делал для того, чтобы его карьера, она сложилась успешно. Проходит форум молодых онкологов, где обсуждаются, в первую очередь, практические вопросы проведения трансляционных и научных исследований в онкологии. Есть специальная сессия молодых онкологов, в которой представляется инфедиатов ЭСМО, и проводится обсуждение дальнейших перспектив развития этих конкурсов. Утренняя секция для молодых онкологов, с моей точки зрения, это самое интересное мероприятие было, потому что оно проводилось с учетом тех проблем, которые редко обсуждаются, на самом деле, в мировой литературе, а устоявшись за специалистом, конечно, не всегда просто поднимать такие вопросы, потому что, например, в этом году там активно обсуждался вопрос взаимодействия с прессией, баланса между работой и отдыхом, и, конечно, отношения с пациентами, формирование этих отношений. Там выступали психологи, которые рассказывали о том, как с психологической точки зрения можно помочь правильному построению этих взаимоотношений. В этом году были представлены результаты опроса ЭСМО по эмоциональному благоранию, и эти результаты вы можете увидеть в разделе «Молодых онкологов» на сайте ЭСМО, и, соответственно, они получили довольно широкое распространение в прессе. Большое число ЭСМО проводит, огромное число различных образовательных программ. У меня вопрос есть, а кто вообще слышал про образовательные программы ЭСМО? Поднимите руки, пожалуйста. Немного. Вот я знаю, что многие здесь присутствующие, они даже принимали участие в этих программах, и я сам подавал. Это абсолютно легко. Для того, чтобы это сделать, нужно пройти онлайн-регистрацию, нужно представить CV, нужно написать письмо мотивации, в котором описать, почему вы хотите это сделать, и еще представить клинический случай из вашей практики, в котором вы знаете все, на 3-5 слайдах, и я абсолютно серьезно говорю, что это абсолютно легко, это требует небольшого количества времени, и, например, из всех случаев, когда я подавал заявки, у меня отклонили только однажды, то есть, в принципе, там количество мест, оно достаточное для того, чтобы большому количеству специалистов в России принять участие в этих образовательных циклах. Есть и более крупные, более объемные программы, называются стипендии ЭСМО, в которых проводятся более длительные стажировки в различных центрах, в том числе и по клиническим дисциплинам, и по научным, и по транзакционным исследованиям. Вы видите, что с 89-го года было потрачено 6,3 миллиона евро в общей сумме на эту программу. Было не приняло участие 330 участников, 93 принимающих центров по всему миру. Все это направлено на интеграцию науки, интеграцию клинической практики и, конечно, предоставление возможности к широкому активному образованию для всех специалистов, которые являются членами в данном случае ЭСМО. Какие отдельные есть варианты? Во-первых, визит в научный центр, который обычно 3-4 дня, где вас знакомят с какой-то методикой и дают какие-то практические аспекты того, как можно ей воспользоваться и для чего можно ее применить. Визит клинические центры ЭСМО – это более длительная стажировка, 6 недель, где, конечно, вас ближе знакомят со стандартами медицинской помощи, с тем, с подходами к организации медицинской помощи в основных центрах. Кроме того, есть еще стипендии по палиативной помощи, они распространяются на всех специалистов, не только тех, которые мало уже 40 лет. И там есть наблюдательные программы, исследовательские программы, в рамках них в крупных центрах, которые интегративной помощи в онкологии, вы можете пройти в том числе и стажировку. Есть, как я уже говорил, более длительные стажировки. Трансляционная стипендия ЭСМО распространяется на два года, где фактически вы выбираете лабораторию, куда вы хотите поехать в течение этого времени, выполняете свой собственный проект, в котором вы принимаете непосредственно участие. Есть точно также клинические стипендии ЭСМО, она распространяется на один год. И в рамках нее вы получаете, по большому счету, навык лечения той или иной назароги в современном центре. Советы ЭСМО. Что нужно для того, чтобы достигать большего и большего в рамках своей научной карьеры? Будьте мотивированы, ищите возможность для дополнительного обучения. Конечно, это нужно делать на постоянной основе. Будьте трудолюбивы, терпеливы, настойчивы, оптимистичны. Обязательно применяйте знания. То есть, если вы куда-то поехали и потом вернулись, обязательно пытайтесь применить то, что вы поняли, то, что вы усвоили. Или хотя бы обсудите это с коллегами для того, чтобы это не осталось внутри вас. На этом, позвольте, закончим. Спасибо. 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 Спасибо.